здравствуйте друзья у нас тут есть так идите сюда будете рассказывать что это вы готовили вы рассказываете значит у нас друзья был студент бахтиер мы с ним как-то вы плов с вами готовили это делали плод у нас был большой сериал вот и пара слов про бахтиер это ну ничего он сейчас вышел на работу работает в банке волосфарго ничего нормально это работа находится в сан-франциско так ну пока нормально стабильно зарплату домой приносит конечно хорошо то есть вы там же и живете не никуда не уехали так а вы чем занимаетесь я занимаюсь как бы сейчас так сказать частно у нас фейсбуке есть группа чай хана чай хана чай хана да и мы в общем-то готовим на заказ наше среднее среднеазиатскую кухню а кто покупает ну как правило вы знаете это вот с наших бывших постсоветских республик так те кто знаком с этой кухне это естественно средние жители средней азии россии украины мы все эти республики потому что как бы раньше у нас все было общее давайте так вот с точки зрения того что ребята нас смотрят там в разных странах братских республиках значит и думают вот я приеду в америку может быть я буду зарабатывать там готовкой что не на вас смотрю и смотри к чек работает готовит можно жить с этого или надо шоку швы с фарбанки работал не конечно основной пока как бы у нас не те доходы чтобы можно было на это жить тем более здесь дорога здесь очень дорого во первых аренда жилья потом в принципе мы конечно думаем о том чтобы расширить свой бизнес конечно очень много подводных спрос есть вот люди спрос и скажем если бы производили втрое больше этой еды бы вы продали было бы куда я не могу сказать что вот стабильно у нас вот прям большой но бывает иногда наплывами так что немножко я начинает зашиваться а иногда вот какая-то какой-то затишье вот например весной было небольшое затишье но летом мы думали ну летом силуя как парад тоже не так будет ну как раз таки оказался наоборот и потом люди знаете как мы начинали это дело изначально как бы кеттеринг но с доставкой на место да вот в обеденное время но сейчас у нас больше люди стали заказывать на пати и вот вообще-то мне это тоже удобнее потому что когда пати это вы вот большими партиями готовите и как-то и все горячее и все вовремя кеттеринг понимаете вы же не можете каждую порцию там каждый час готовить то есть это вы готовите у меня все должно быть в заготовках все время а вот эти заготовки дело в том что вот вы были у нас дома занимает очень много места у меня прямо дома готовите вы не арендуете пока мы не можем себе позволить арендовать хорошо давайте мы прокомментируем что у нас тут есть распроставились давайте значит что это называется блюдо манты это делается из теста так не дрожжевое обыкновенное тесто с добавлением яиц внутри начинка из нарубленного мяса баранины так хочется чтобы мясо было на долларе ным они нарублены это у нас самса это идет слоеное тесто тоже баранина тоже нарубленная так но она уже запекается берег и вот то есть первые баранины параде заранее манты варится на пару это же плов это плов это тоже с бараниной и вот эти вот голубины и перепелиные и яички а у вас там средняя тоже перепелов для этого дела используют вот на эти яички выращивать нет почему на знаете какие блюда есть теперь фаршированный так салатик давайте откройте салатик да это классический салат он чем-то необычен вот я вижу помидоры лучок зеленый нарезается зеленюшечка так и все ну что же что называется бон аппетит да всем приятного аппетита excuse my french спасибо хорошо такое у вас детки были уже в сентябре будет 19 и что же вы делаете ну я летом в колледже учился ну как я сначала закончил школу а сколько вы уже в америке то почти нет полтора года и так учился закончил хайскул закончил стипендию пошел день за колледж а стипендия как а нам школа из-за того что он хорошо учился и он был как бы учеником месяца да выделила как лучшему ученику стипендии ну какой-то существовали так 3 300 и за эти 3 300 учитывая что это комьюнити калыч там все дешево это можно там целый год учиться а потом может быть дай бог переведусь куда-то еще года два мы ходим в обычный план в какой ну юсилы на кого вы учитесь я программист я летом учил все плюс плюс ну выучил ну пока до массива ну где-то в начале пути хорошо к сыну претензии есть такая радует дай бог каждому честно так девчонки к нему липнут пока еще он учится но у вас есть на примете там по-моему это у него есть на примете то есть у вас нет такого хорошо ладно подойдите а вот если допустим кто-то захотел ваших хамсов тут пирожков и так далее они что делают заказывают ну да как у нас через группу чайхана по-русски чайхана да то есть если я я делаю поиск на чайхана кстати вы там есть в нашей группе ну хорошо я только не участвую да 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 заказывают через группу те расценки где расценки там ну так особо конечно не афишируем по телефону потому что как бы но телефон в группе телефон в группе ну ладно хорошо а если я под видео ваш телефон там нормально будет или или не нормально дело в том что готовлю я одна со мной работают два молодых человек то что суббекистана они как бы работают на доставке и как бы прием заказов вести группу вот эти потому что как бы я и готовить и этим заниматься физически не могу да хорошо а вот возвращаясь бахтияр я его не видел некоторое время вы скажете он недавно пошел был старкой то есть он был на практике пошел да он был отсюда он очень удачно попал на практику в чек плотную причем в луче чек до вот он там три месяца проработал почему да и потом оттуда как раз таки сразу перешел в эсфарбе прошел там собеседование то есть он же ветеран там целый 10 месяцев ну ладно тогда бухтияра привет вы не писаете как много писем мы я получаю в комментариях и в личке про бухтияра расскажите вы вы может под его видео что-то напишите а то народ все у него хорошо было бы не хорошо мы бы точно знали да да слава богу все нормально вот и с сыном нормально и я как-то там стараюсь что-то как-то уже нет мыслишь надо было еще девочку конечно хочется но не всегда как говорите наше желание совпадать ну хорошо ладно помахали ручкой всем счастливо приятного аппетита спасибо спасибо спасибо